В Югре в суд передали дело об убийстве, которое произошло более 10 лет назад в одном из вагон городков Нягоне. Расследованием занимались специалисты отдела по особо важным делам следственного управления СКР. Это тот отдел, в ведении которого находятся в том числе дела прошлых лет. К слову, в нашем регионе ежегодно ставят точку в больше чем полусотни подобных дел, некоторые из которых ждали раскрытия чуть ли не с 80-х годов прошлого века. В профессиональный праздник органов следствия расскажем, что случилось тогда в Нягоне и зачем нужно возвращаться к нераскрытым когда-то делам. Эта история произошла в Нягоне больше 10 лет назад. К трагическому исходу привели сразу несколько факторов. Местный житель пытался вернуть расположение своей жены, которая рассталась с ним как раз из-за его пагубного пристрастия к алкоголю. В один из вечеров он намеревался снова вызвать супругу на разговор, но не дошел до ее дома, что называется, зацепился за двоих приятелей, которые разделяли его пристрастие к спиртному. И во время посиделки в одном из жилищ вагон городка Дусликс обутыльники поссорились. Тихо, 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 все, хорош, 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 хорош. Драку разнял третий участник попойки, все сели пить дальше, впрочем, ненадолго. Чем-то обиженный гость снова бросился на товарища, оставшийся не стал разнимать дерущихся, а схватил килограммовый металлический ковш и несколько раз огрел им неспокойного приятеля по голове. Да так, что проломил свод черепа в двух местах. История могла бы этим и закончиться, но злоумышленники решили идти до конца. Тот, что подвергся нападению, несколько раз воткнул кухонный нож в обездвиженное тело, а после мужчины вытащили его во двор и расчленили, а части тела выбросили в реку. В полиции с заявлением о пропаже человека обратились родственники убитого. Поначалу попытки определить его местонахождение ни к чему не привели, а потом кое-что прояснилось. Уже в последующем, при более детальном изучении его круга и вообще не было установлено о том, что данный потерпевший находился в дружеских отношениях с двумя лицами, которые проживали с ним по соседству и вели разгульный образ жизни. К этому моменту оба злоумышленника покинули регион. Впрочем, одного из них нашли в Дагестане, и он дал признательные показания. На следственном эксперименте мужчина подробно рассказал, как и что происходило. Только про расчлени не умолчал. Так что все сводилось к причинению смерти по неосторожности. Следом задержали и подельника. Казалось бы, дело закрыто, но в какой-то момент подозреваемые отказались от своих показаний, и расследование буквально пришлось проводить сначала, искать новые доказательства. Следователи снова обратились к вещдокам. Достали массивный ковш с помощью ДНК-анализа. Установили, что один из подозреваемых точно держал его в руках. А повреждения на теле, части которого к этому времени нашли в реке, соответствовали форме орудия убийства. Но главной зацепкой, которая потом сыграла огромную роль в расследовании, стали показания свидетеля, сожительницы одного из подозреваемых. Женщина находилась на территории Ханты-Мансийского района, на территории округа, на территории Ханты-Мансийского района. И когда они уже к ней приехали, прибыли к ней, она им рассказала о том, что произошла драка, в ходе которой один из них наносил телесные повреждения половникам по голове, потом человек упал, потерпевший упал, они его в ковер завернули, вынесли из квартиры. И что-то забрали, а второй забрал нож с собой. Ну а потом случилось то, что поставило крест на надеждах злоумышленников отвертеться. Следователи выяснили, что они оба, оба систематически истязали детей своих сожительниц. Причем в широком значении этого понятия. И эти факты были доказаны. Сейчас дело передано в суд. Причем одного из злоумышленников обвиняют по восьми уголовным статьям, второго по двум. Установление истины важно не только для органов следствия, для отправления правосудия. Это серьезный вопрос и для потерпевших, для их родственников и близких людей. Потому что, когда мы завершаем расследование таких уголовных дел, то точка ставится не только в уголовном процессе. Это и психологический вопрос для людей, пострадавших от криминального события. Восстановление справедливости. Вот как можно назвать то, чем занимаются следователи, раскрывая преступления, совершенные много лет назад. Ну и, конечно, они дают преступникам понять, что все тайное когда-нибудь станет явным. Не без их участия. Павел Желтов, Федор Тюменцев, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансейск.